МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завоевал могилевский лицеист-химик. Как полюбить таблицу Мендереева и покорить международное жюри далее в программе. Танцуй, пока молодой. Какую реакцию вызовут безобидные танцы? Покажет эксперимент. Где жить приезжему студенту и в чем прелести жизни общажной? Об этом не только в новом выпуске Альма Матер. Я тут заметила одну закономерность. Даже если ты, ну, совсем ничегошеньки не понимаешь в химии, то лежа в ванне ты обязательно прочитаешь состав шампуня на оборотной стороне. Все эти аммониумсульфаты, содиумсульфаты, глицераты, парабены – циклопентанфергидрофенатрены. Вот где бы тебе пригодились знания химии. Но, увы, моешься загадочными сульфатами. Зато я знаю, кто легко может определить, что именно скрывается за всеми этими названиями. Выпускник Могилевского лицея номер один Андрей Кулешов недавно завоевал медаль на международной олимпиаде по химии. Так что химию он знает посерьезнее, чем просто какой-то состав шампуня на упаковке. Наш корреспондент Надежда Мешкевич узнала, где рождается любовь к химии. Полюбить химию несложно. Сначала влюбляешься в опыты, а потом уже и элементы таблицы Менделеева запоминаешь словно алфавит. Но главное в этом деле – хороший учитель. Сергей Сергеевич Крутов, учитель химии Могилевского областного лицея номер один, вырастил не одно поколение олимпиадников, в том числе и международных. Гордится Сергей Сергеевич Крутов и своим учеником Андреем Кулешовым. В июле Андрей завоевал серебряную медаль на международной Менделеевской олимпиаде. А в конце июня парень блестяще показал свои знания на престижной международной олимпиаде по химии в Баку. И еще одно серебро. Ужасно измерничался. Ужасно. Потом я такой называю от Кулешов Андрей Беларусь. Все, я довольно убегаю. Все, оно все закончилось. Слава богу, у меня есть медаль. Серебряная и хорошая серебряная медаль. Кстати, это уже была 47-я международная олимпиада по химии. Участвовали в ней 300 школьников из 75 стран. А это, между прочим, 5 континентов. От нашей страны поехали четверо ребят, и в их числе могилевчанин Андрей Кулешов. Победы на международных олимпиадах помогли Андрею Кулешову осуществить давнюю мечту – стать студентом Московского государственного университета имени Ломоносова. А вот наставник Андрей замечает, для большинства ребят химия – предмет сложный. И тут очень важно школьника заинтересовать. Вот тот, кто должен зажечь. Этот учитель, он, конечно, должен с ребенком встретиться как можно раньше – 7-й, 8-й класс. Проблема лицеев заключается в том, что мы встречаемся с детьми в 10-м классе. Мы набираем 10-ти классников. Поэтому это дети уже, если их не зажгли, их зажечь уже сейчас в 10-м классе будет почти невозможно или, как минимум, очень сложно. А еще при лицее номер один работает школа юного химика, где талантливым ребятам абсолютно бесплатно помогают изучать химию углубленно и покорять Олимпиады. Собираются дети к нам в школу юных химиков, не только могилевчане, что самое главное, а также дети с района приезжают. Ну, те, которые мотивируют уже на химию. Ну, и мы с ними работаем. Почти все мои олимпиадники вышли из школы юных химиков. Ну, а сердце школы юных химиков – это лаборатория. Здесь, уверяют, такой больше нет нигде. Правда, чтобы туда попасть, придется идти аж на второй этаж класса. Идем, я покажу. Сейчас здесь только один Андрей, оно и понятно, все на каникулах, но обычно здесь очень много лицеистов. Ставят опыты, готовятся к Олимпиадам и царит очень интересная дружеская атмосфера. Книжки, колбы и реактивы здесь охраняет кукла-робот, которую так и прозвали «Химичка». Ее, как и саму химию, лицеисты совсем не боятся. Вот в кого превратится школьница, перепутавшая элементы, смеется учитель. В конце встречи с поклонниками химии альма-матор сделала селфи на память. А сейчас пришло время проверить вас на сообразительность. За неделю до 1 сентября альма-матор пройдет контрольную. И чтобы правильно ответить, надо быть максимально внимательным и сообразительным. Ну, сильно не заморачивайтесь, ведь ответ может лежать прямо на поверхности. Слово нашему и корреспонденту Кате Балуковой. Пять дней осталось до нового учебного года, но большинство студентов никак не могут смириться с тем, что лето вот-вот закончится. А чем же заканчивается лето и начинается осень? Это наш новый контрольный вопрос. А у вас есть вариант ответа? Концом каникул, начало учебного года. Школой. А для вас? Ну, подготовкой к школе. Работа. Вообще никак. Лето и... Заканчивается лето, начинается уже. Правильно. Спасибо. Спасибо. Супер. Хорошая погода заканчивается. Со школы для некоторых. 1 сентября. Походим в школу. О. Буквы О. Буквы О. Супер, спасибо. Лето заканчивается, а осень начинается с буквы О. Студенты, соберитесь. В следующий раз мы подготовим для вас новый контрольный вопрос. Будьте начеку. Катя Балукова для программы Альма-матор. А в это время студенты готовятся к новому учебному году. Иногородние ребята занимаются обустройством жилья. Весь место, где они будут жить и готовиться к сессии, должно быть уютным. Почем нынче съемное жилье для студента и в чем прелести жизни общажной, Альма-матор узнала. До начала учебного года остаются считанные дни. Совсем скоро в общежитиях появится много-много студентов. А пока здесь заканчивают благоустраивать комнаты, чтобы к 1 сентября иногородние ребята почувствовали себя как дома. Студенты из Туркменистана Акмырат и Араджан каникулы проводят в Могилеве. Не только отдыхают, но и приводят в порядок свою комнату в общежитии номер один Могилевского университета имени Кулешова. Надо жить в чистом и порядком комнате. Я думаю, профессионально не надо, чтобы покрасить, кисточку. Если вы хотите, вы можете присоединиться к нам. Это мне? Ну что ж, попробуем присоединиться и помочь студентам покрасить пол. Ты меня научишь? Я, честно говоря, даже не представляю, как это делается. У меня получается, как ты думаешь? Ты получается, а я тоже не профессионал. Ты тоже не профессионал. Берете меня в свой стройотряд? Да, берем, девушки. Есть толка. А вы обои клетки имеете? Обои? Честно говоря, нет. Научите? Пока меня не завербовали в маляры, мы с оператором сбежали в соседнее общежитие номер два. В этом здании четвертый год идет капитальный ремонт. На обновление ушло 27 миллиардов рублей. Проживать будут здесь ребята, которые учатся на факультете без воспитания. Также, скорее всего, будет экономическим на факультете здесь у меня проживать. Все студенты будут обеспечены жильем желающим. Так что никаких вопросов не будет. Здание рассчитано на 253 места. На каждом этаже по две комнаты отдыха. Душевые и кухни. А всего здесь 86 комнат. Комнаты на самом деле очень просторные и уютные. Каждая рассчитана на 2-3 места, не больше. Здесь очень приятно пахнет новенькой мебелью. А совсем скоро здесь установят по одному холодильнику в каждую комнату. И в каждую комнату проведут интернет. А еще здесь предусмотрена энергосберегающая система электричества. Например, в коридорах установлены вот такие вот сенсорные включатели. Иностранных студентов сюда заселят уже в октябре. Но понятно, что такие идеальные условия есть далеко не во всех студенческих общежитиях. Поэтому некоторые ищут съемное жилье. Владислав Коренков тоже хотел жить отдельно. Но сейчас снять однушку в Могилеве стоит около 150 долларов. Сумма немаленькая даже на двоих. Я искал сначала съемное жилье, чтобы быть одному, легче подготовиться к учебе и так далее. Начал спрашивать, искать жилье, просматриваться. Но когда увидел цены и понял, что в течение года это много уйдет, потрачено средство будет. После первого курса проживания на общежитии я понял, что здесь не так уж и плохо. Все же людей много, но это даже плюс, чем минус. Потому что их можно попросить и какой-то просьбе. Они могут тебе и подсказать, что даже в учебе или так каком-то совместном проживании. В этом году в общежитиях МГУ Кулешова полностью перешли на деревянные кровати. В общежитии номер один обновили всю сантехнику. Тут очень надеются, что по возвращении студенты действительно почувствуют себя как дома. А я так скажу, жилье, обустроенное своими руками, самое уютное. Ведь в каждую вещь, будто обои, коврик или даже простая рамка для фото, в каждую вещь ты вкладываешь настроение. Да, хендмейт всегда в цене. Как облегчить жизнь, придумать что-то новое и сделать это своими руками. Секретики откроем в рубрике «Лайфхак». Как вы думаете, что делает наш образ неповторимым? Правильные цвета или хорошо подобранная по фигуре одежда? Возможно, но изюминка нашего образа – это именно аксессуары. Сегодня попробуем сделать универсальную бабочку. Для бабочки собственного производства мы возьмем два кусочка плотной ткани нужного вам цвета. Я взяла классический черный. А также иголку, нитку и ножницы. Начинаем прошивать кусочки ткани по кругу, оставляя несколько сантиметров посередине. После выверните наизнанку получившийся конвертик. Сложите его в форме бабочки, а серединку закрепите кусочком ткани. Ну вот и все, наша бабочка готова. Вот вам отличное дополнение образа студента или школьника на предстоящей линейке. В этом аксессуаре сошлись празднично и повседневно. Что еще нужно модным студентам? Помните мультик про кота Леопольда? Он говорил, давайте жить дружно и присылать мне новые идеи. В нашу группу ВКонтакте. Тем временем Альма-Матер провела новый эксперимент. На этот раз мы решили узнать, насколько легки на подъем наши студенты. Пустятся ли они в пляс под зажигательные ритмы или стеснительно краснеющие поспешат ретироваться. Объявляю время диска на Альма-Матер. Это будет весело! Журналисты телерадиокомпании «Могилев» люди не стеснительные. Они могут танцевать на Ленинской посреди бела дня. Это, конечно, если есть хорошее настроение, вот как сейчас. Поэтому мы решили сделать эксперимент. Веста, Миша и Надя будем танцевать прямо посреди улицы. Интересно, присоединятся ли к нам горожане и поддержат ли нашу инициативу? Или же стесняются? Это узнаем прямо сейчас. Мы снимаем тут флешмоб. Когда незнакомые люди приходят и начинают танцевать с другими незнакомыми людьми. Пока дайте нам хотя бы эту выучить. Хотя бы эту выучим, давайте. Дальше движение. Песня неплохая пока. Наши все эти танцы. Наши все эти танцы. Вот это вот. Вот это вот. Необычно. Танцевально. Класс. Настроением зарядились? В следующий раз приходим петь. Право. Журналисты ради компании «Могилевка» и «Могилевчане» люди веселые. Потанцевали на Ленинской. Повторили. Это самый лучший город. Мы за танцы. Да, мы за танцы. И с настроением. Теперь нога, нога, нога пошла глубже. Отлично. Руки, руки, чтобы одинаковые. Отлично. Так, теперь усложняем. Теперь руки, руки пошли выше. Сейчас так вот. Ок, стоп. Ну мы полдня танцевали. Мы подошли, мы так продолжим. Ну неплохо, да. Лузеры. Детский сад, пока. Нормуль. Хорошо. О, полегче. Наш эксперимент показал. Большинство могилевчан согласились с нами станцевать. И сделали это с удовольствием. Мы надеемся, что мы повеселили людей и подняли им настроение. Предлагаю в следующем выпуске начать петь. На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Встретимся все равно через две недели. На «Беларусь-2». Чао-ка-као. Редактор субтитров А.Семкин.